Доброе утро! Сегодня понедельник, 29 апреля, в студии Елена Смирнова. О новом материале для строительства экологических домов, о самых разбитых улицах в Новосибирске и о Международном Дне Танца расскажем прямо сейчас. Ветераны и труженики тыла перед Днем Победы получат путевки в дома отдыха, денежные выплаты и сертификаты на покупку лекарств в муниципальных аптеках. По данным социальных служб, в Новосибирске на учете состоят 1112 ветеранов. Самому молодому из них в этом году исполняется 90 лет, а 14 человек отметят вековой юбилей. Кроме материальной помощи им оказывают и социальную, убирают квартиры, готовят еду, покупают продукты. При этом соцработники имеют необходимую психологическую подготовку. В первую очередь пожилые люди нуждаются в общении. Ученые Института Катализа провели испытания новых соединений для строительства экологических домов. Они способны накапливать солнечное тепло летом, чтобы использовать его зимой. Главный компонент – селективные сорбенты воды. За счет теплоты, запасенной в кубометре такого сорбента, можно нагреть до кипения 3000 литров воды. Процесс простой. Летом емкость осушают, а зимой увлажняют. Начинается химический процесс с выделением тепла. Испытания в домах проведут на севере Европы. Для этих целей специально построят несколько зданий. В Юрге прошли первые в этом году учения инженерных род по ликвидации последствий ЧАЭС. Военнослужащие отработали задачу преодоления водной преграды сразу несколькими способами. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Сначала форсирование реки Томь. Течение полтора метра в секунду – это осложняет работу солдатам-инженерам. Однако в нормативы уложились. Первая задача – собрать паром из понтонных секций. Сейчас я стою на понтонной переправе. Она состоит из нескольких секций. Боевое положение приводится за 15-20 минут. При необходимости и наличии достаточного количества секций, из них можно сделать даже мост. Однако сегодня понтоны использовали в качестве парома. Каждая из секций может нести на себе 20 тонн груза. Всего трех таких достаточно, чтобы переправить целый танк. Однако в этот раз танкистов решили не беспокоить и загнали на паром грузовик «Урал». В реальных условиях такую технику применяют при ликвидации стихийных бедствий и переброске войск через водные преграды. Принимали мы участие не только в нашей Кемеровской области, но и в Алтайском крае по ликвидации чрезвычайных последствий. Это было потопление у нас населенных пунктов, где населенные пункты были обрезаны от внешнего мира, так скажем. И мы им помогали, восстанавливали мосты и организовали переправы. Сергей Шабалов сейчас на срочной службе. В инженерные войска попал благодаря высшему электротехническому образованию. Однако в университете многому не учили. На практике все сложнее. Мы нам распустили три понтона, задействованы три краза. Дальше собирали их в звенья. Выполняли небольшие маневры по реке. Ну и сегодня течение большое, но мы не справились со своей задачей. В ближайшие дни в Новосибирской области ждут большую воду с Алтайских гор. Военные готовы оказать любую помощь гражданским. Дмитрий Антипов, Александр Егоров. Новости ОТС. Инспекторы ГИБДД назвали самые разбитые дороги Новосибирска. Это улица Сибиряков-Гвардейцев, Большевистская, Ипподромская, Советская, Фрунзы, Гоголя, Кошурникова, Жуковского, Бориса Богаткова, Большая и Гусинобродское шоссе. К недостаткам дорог ГИБДД относят ямы, нарушения с дорожными знаками, неработающими светофорами и плохую разметку. Добавлю, в этом году в Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска направили уже 654 предписания. Это на 40 больше, чем прошлой весной. Сегодня Международный день танца. Этот праздник вошел в календарь ЮНЕСКО в 1982 году. 29 апреля день рождения Жан-Джорджа Навера, реформатора и теоретика хореографического искусства, который вошел в историю как отец современного балета. Главная идея праздника – объединение всех направлений танца как единой формы искусства, а сам день танца – это возможность сплотить людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке. Формы же празднования весьма разнообразны от традиционных концертов и выступлений до танцевальных флешмобов и необычных представлений. И на этом пока все. Подписывайтесь на наш инстаграм ОТС Нижнее Почеркивание ТВ. Я же с вами прощаюсь и желаю удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин Доброе утро. Служба информации канала ОТС продолжает работу в студии Елена Смирнова. О новых разрешенных профессиях для женщин, в новом виде насекомого, найденного в Сибири, и о школьном предмете, который прогуливал каждый третий ребенок, расскажем прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Европейской организации по ядерным исследованиям подписали новое соглашение с российскими коллегами. Западные ученые будут участвовать в разработке Супер-Эстау фабрики Новосибирского института ядерной физики. Научные организации сотрудничают уже давно. Наши физики создавали ускоритель для большого андронного коллайдера. Комплекс, который появится в Новосибирске, будет работать на встречных электронно-позитронных пучках. Это позволит как совершать новые открытия фундаментальной науки, так и использовать частицы в прикладных целях. В рамках нового соглашения европейцы будут помогать сибирикам в создании коллайдера, а потом использовать полученные результаты в совместных проектах. Российским женщинам разрешат работать по профессиям, которые на протяжении многих лет считались вредными и опасными. Приказ Минтруда вступил в силу с 1 января 2020 года. Представительность прекрасного пола допустят к управлению не только поездами, но и самолетами, морскими и речными судами. Уйдут в прошлое запреты в химической промышленности, там, где благодаря современным технологиям уже нет непосредственного контакта с опасными веществами. Останутся закрытыми для женщин 79 профессий. Например, сохранится запрет на труд на производство, где нужно поднимать и перемещать тяжести вручную, где превышаются нормы предельно допустимых нагрузок для женщин. На подземных работах в горнодобывающей промышленности, на строительстве подземных сооружений и подземной добыче нефти. Накануне работники скорой, врачи, санитары, фельдшеры отметили профессиональный праздник, который пока еще не носит статус официального. Из Сузунского района мои коллеги. Вот я хочу объявить Ольге Александровне Засмолиной большое-большое-большое-большое благодарность за спасение моего дедушки. На тетрадном листе Тамара Михайловна пишет слова благодарности. Рассказывает, фельдшер скорой помощи стала для их семьи ангелом-хранителем. И эта девочка приехала и больше часу с ним отхаживалась, первый раз такое было. Она его не бросила, она не отошла ни на минуточку, она его увезла, геспублизировала, положила. Ольге Засмолиной 32 года, 12 из них она работает фельдшером. Говорит, всегда тянула к медицине, так что выбор осознанный. Другое дело, что встречаются не только благодарные пациенты. Не все люди адекватно реагируют на оказание помощи. И такое бывает? И такое бывает, бывает, и кидаются, и драться пытаются, и все что угодно. И как с ним вообще язык находить? Ну как? Милицию вызываем на помощь. За эти годы даже роды пришлось в машине принимать. По-прежнему на каждом выезде она переживает, удастся ли помочь. Но если бы повернуть время вспять, профессию выбрала бы ту же. Пошла, оно того стоит. Видишь, что ты спас человека, уже становится тебе легче на душе. Вызов партизанская 132, высокое давление, аритмия. Можно ехать. Иван Кудинов, Евгения Емельянова, Илья Чалых. Новости ОТС. Ученые открыли в Сибири новый вид насекомого. Моль пестрянку до сих пор не замечали в наших широтах. Гусеницы этого вида оставляют после себя своеобразные повреждения на листьях, так называемые мины. Выедают листья изнутри, не повреждая кожицу. Вид развивается на карагане древовидной, кустарниковом растении, используемом для создания живых изгородей и бордюров в сибирских городах. На момент обнаружения численность насекомого невысока. Популяция не наносит заметных повреждений своему кормовому растению. Каждый третий новосибирец прогуливал в школьные годы уроки музыки. 7% вообще игнорировали этот предмет. Такие данные опубликовала по итогам опроса крупнейший интернет-радио страны. Чаще всего на уроках музыки пользователи пели хором, слушали классические произведения, иногда в исполнении учителя и изучали теорию музыки. Только 13% опрошенных сообщили, что на уроках их знакомили с творчеством современных музыкантов и композиторов. И лишь 6% отметили, что во время занятий учитель предлагал им потанцевать. По мнению опрошенных, школьную программу можно дополнить произведениями Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Бориса Гребенщикова, Егора Летова. Среди зарубежных исполнителей назвали Queen, Beatles, Nirvana и Metallica. И это пока все новости к этому часу. Подписывайтесь на наш инстаграм, ОТС, нижнее подчеркивание ТВ. Я же с вами прощаюсь и желаю удачной недели. Субтитры предоставил DimaTorzok Эфир канала ОТС продолжает выпуск новостей. Здравствуйте. О церковных колоколах, которые могут позвонить верующие, встречах школьников с ветеранами и о фестивале «Золотая маска», который пройдет в Новосибирске, расскажем прямо сейчас. С сегодняшнего дня в Новосибирске вводят временное ограничение движения большегрузов. Это необходимо в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог мегаполиса в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий. В первую очередь запрет касается транспорта с нагрузкой на ось больше 6 тонн с грузом или без. И машины с нагрузкой на ось больше 7 тонн, перевозящие, например, бетон, и относящиеся к спецтехнике контейнеры, железнодорожные, автокраны, автогрейдеры и экскаваторы. Временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на международные перевозки, пассажирские, а также транспортные средства федеральных органов власти. Добавлю, что ограничения вводятся сроком на месяц. С сегодняшнего дня в течение недели каждый желающий православный может подняться на церковную звонницу и ударить в колокол. Таковы правила в послепасхальную седмицу. Для этого нужно получить благословение настоятеля храма. Перед праздником Пасхи провели реконструкцию колокольник главной церкви Новосибирска Вознесенского собора. Колокола отливали из специального сплава олова и меди, чтобы они сохраняли прочность и добились нужного звучания. Предыдущие колокола, которые отсюда были удалены, они отливались до революции. Но вес их, кроме благовестника, который 340 килограмм, все остальные колокола были весом не более 8 килограмм. Ну там один, по-моему, был килограмм 25 и все. Это настолько несоразмерные веса, что нормально звонить на этой колокольни было невозможно. Не только поправить здоровье, но и дать возможность пообщаться. В облбольницу традиционно в преддверии 9 мая госпитализируют ветеранов Великой Отечественной войны. В их лечебном плане встречи со студентами и школьниками. Юных гостей Владимир Иванович встречает при полном параде. И даже рассказ о своей жизни начинает стоя. 93 года военной выправки не помеха. Я сам в Сибири, я в Сибири родился, в Морковский район, в Стелок-Каркусак. В 41-м году закончил 7 классов. Мечтал поступить в Красноярское морское училище дальнего плавания и стать капитаном. Война заставила изменить планы. Отправился добровольцем в 43-м. Вспоминает, был юным и отважным. Его порой даже останавливали начальники. Потому и остался живым. До сих пор не может сдержать слез, вспоминая, как гибли товарищи. На войне страшно не бывает. Родина вперед. День победы встречал на передовой. В мае 45-го был в Берлине, потом в Праге. Оброснулись на рассвете. В окнах свет и нет войны. Можно больше не прощаться и на фронт не провожать. С фронта будут возвращаться. Мы героев будем ждать. Обследование и лечение в областной больнице Владимир Лосев проходит уже третий год подряд. Особенно в этом году хорошо. Мне раньше лечили капельницы, магнит на ноги и помогало. А сейчас сердце стало не особо хорошее. Это отставили. Но вот здесь сделали массаж. Намного лучше с ногами. И вот уже более-менее хожу. Но все равно хожу с клюшкой. Эмоций учеников 3-го Б сегодня много. Мне понравилось, как он был пулеметчиком. Я запомнил еще про этого предателя. Про генерала Гласова. А мне понравилось, что когда этот плод взорвали, он остался жив. Остался жив и вместе со всеми поднимал страну в послевоенное время. На месте не сидит и сейчас. До сих пор за рулем. И из больницы рвется домой, не доделав курс массажа. Пора наводить порядок на даче. Наталья Цопина, Антон Мамаев. Новости ОТС. Фестиваль «Золотая маска» едет в Новосибирск. С 14 по 21 мая в мегаполисе покажут 4 спектакля ведущих драматических коллективов страны. Проект входит в программу «Года театра в России» и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Сибиряки увидят барабаны в ночи. Бертольда Брехта в постановке Юрия Бутусова «Сон в летнюю ночь». Шекспира в исполнении артистов в мастерской Петра Фоменко. А также спектакли театров из Новокуйбышевска и Альметьевска. Все театры лауреаты «Золотой маски» разных лет и представят новосибирской публике лучшую, по мнению театральных критиков, спектакли. И на этом пока все. Подписывайтесь на наш инстаграм. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. Я же с вами прощаюсь и желаю удачной недели. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Служба информации канала ОТС продолжает работу в студии Елены Смирнова. Прямо сейчас расскажем о субсидиях на инновации от областного бюджета, парикмахерском конкурсе «Юных мастеров» и о ярмарке для любителей садов и огородов. Инновационные компании региона получат субсидии из областного бюджета. Министерство науки объявило конкурс среди разработчиков новых технологий. В зависимости от номинации они могут получить от 3 до 5 миллионов рублей на реализацию проектов. Один из критериев отбора – наличие собственных средств не менее половины от необходимой суммы. Подробности участия в конкурсе на сайте Министерства науки и инновационной политики региона. Новосибирские разработчики электронных географических карт нашли самый короткий путь из королевства и гавани Винтерфелл. Поклонники «Игры престолов» смогут проследить путь Арии Старк, оценить сложности дороги на Красную свадьбу или навигацию на Железные острова. На карте есть все основные места – замки, дороги, королевства, моря, все, что есть в мире – песни льда и пламени. В детском доме творчество «Центральный» соревновались парикмахеры и стилисты. В областном конкурсе «Планета красоты» участвовали юные мастера до 18 лет. Мои коллеги подробнее. Старт по команде. На создание авторского неповторимого образа модели – час. Лизе Гладышевой – 11 лет. В кружке парикмахерского искусства занимается год. Сегодня решила заплести необычную косу. Я участвую в номинации «Русская коса». И заплетать я буду прическу с четырехпрятной косой и просто косичками. Всего 33 участницы от 10 до 18 лет. Кто-то решил просто попробовать себя в профессии парикмахера, а кто-то, как и Нина Хасанова, хочет связать свою жизнь с этим искусством. Сегодня выпускница девятого класса представляет прическу в стиле барокко. Сейчас идет год театра. И, не знаю, именно в этот год решила показать именно 19 век. Да и к тому же я занимаюсь историей. То есть мне очень нравится история. Мне нравились раньше, как одевались женщины, их наряды и прически. Оценивают работы участниц профессиональные парикмахеры. Требования серьезные. Аккуратность, сложность, оригинальность, выдержка образа и баллы. Конечно, образ учитывается, платье, макияж, если он есть. Потому что на подиуме обычно смотрят полный образ. Но так как это дети и модели, может быть, были не предупреждены, это особо не будет учитываться. Но если есть образ, это будет явным плюсом. Конкурс открытый. Участницы из кружков, парикмахерских студий и самоучки. Организаторы уверены, младшим конкурс поможет определиться с выбором профессии. Старшим поможет поступить в училище. Победа даст уверенность в себе, подготовку. И у нас проходит еще работа с профессиональными колледжами. О возможности принимать или участие в мастер-классе, который там проводят. В каждой номинации три призовых места. Победителей наградили медалями и кубками. А всех участниц – почетными дипломами. Екатерина Широкова, Борис Гладких, Новости ОТС. Сегодня на площади перед Дворцом культуры имени Чкалова в Новосибирске откроют ярмарку для садоводов и огородников. Там покупатели предложат как новинки от частных производителей, так и товары крупных компаний. Всего больше 150 участников. На ярмарке традиционно широкий выбор семян, саженцев, плодовых и овощных культур, цветов, средств защиты растений, удобрений, теплиц, укрывного материала и дачного инвентаря. Кроме этого, посетители смогут получить бесплатные консультации по вопросам выращивания садовых и огородных культур. И на этом пока все. Подписывайтесь на наш инстаграм. Я же с вами прощаюсь и желаю удачной недели.